Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала! Приехали мы в очередной раз на участок. Еще раз хотим прокультивировать. Сейчас я в прошлый раз лугом прошел, потом прокультивировал на разок. Земля вылезалась, можно сказать, корешки какие подсохли. И в этот раз еще хотим сейчас пару раз прокультивировать, чтобы можно было хотя бы подготовить землю под картофель, под посадку. Ну и где-то какие-никакие сделать грядочки. Всю землю здесь пахать мы не стали, половину оставили. Потом уже мама приедет, Сашина, ну, чтобы ей было, где что огород сделать, и где какие, может, стоюшку поставить, баньку. Ну, такие постройки, в общем. Дома-то мы... Хорошо, сейчас буду собирать. Взяла, граблю, вилы тоже пособирать, чтобы ботву. Здесь, потому что сухой травы еще много. Здесь вот кучка лежит с этой стороны. Вот в прошлый раз нагребли тоже кучку большую. Ну, эта трава потом пойдет на мульчирование, либо картофеля, либо клубники. Все, уйдет. Ничто не будет лежать просто так. Ну, и прокультивируем эту землю, подготовим. На днях, может, посадим картофель. На утренах, правда, еще прохладно. Сегодня такой ветерок прям прохладный еще, пасмурно. Ну, надеемся, скоро к нам тоже придет тепло с понедельника. Там, правда, дожди пока будут. Посмотрим. Дома пока тоже еще ничего не садила, не сеяла. Пока подготавливаю все. Перегной вношу в клубнику, в грядки под огурцы там. Нужно будет еще теплицу. Тепличку хочу очистить, пока у меня там рассада нет, пока рассада у меня стоит в гараже. Ну, и тепличку очищу от старого сена, прошлогоднего. И внесу туда тоже компост. И потом уже... Пашем поперек и чистим подастяк. А, ну, хорошо, давай так. Ну, и уже будем там и тепличкой заниматься. Вот, постепенно сейчас перекультивируем. Вот это уже перекультивировали. Выбираем по пути корешки, какие уже подсохли. Это Саша позавчера, получается, культивировал здесь. Ну, большая часть корней все равно подсохли. Ну, уже остальные, чтобы убрать лишнее. Здесь пока выбрасываем в сторону. Потом грабельками соберем и в компост все пойдет. Соберем, уберем, подготовим. Вечером, может, либо завтра. Золы привезем. Золы перепашем здесь все. И уже можно будет нарезать рядочки. И сажать картофель. Место здесь хорошее. Единственное, правда, здесь соседи такие музыкальные. Музыку слушают. А, так красиво здесь, хорошо. Шикарно. Чай попил уже? Да. Иду, иду. Красиво здесь, так хорошо прям. Видишь, так все обалденный. Да. И корней много в земле. Ну, корни выберем. Красота какая. Один проход вот. Все руками. Все стресс. Ну, ничего. Зато раз сейчас сделаем, потом будет уже хорошо. Раз, помучатся, а потом... А так, что трактором мы прошли, потом еще пришлось бы мотоблоком проходить. Раз, помучатся. Ну, да. Во-первых, выровнять все, чтобы все. Корни все повытащить. И размельчить землю. Поэтому, Саша, сразу... У меня трактор не будет заморачиваться, так как я их буду делать. Да. Я вам сейчас опять в ровный ковер, значит, раз перепашу, будет все идеально. Да, а потом Золушке еще внесем. Ну, а то бабушка переживала, куда Золу будем девать. У нас на удобрение. Я говорю, на удобрение все пойдет. Ну, вот здесь как раз, здесь, наверное, бочки даже три надо будет. Да хоть четыре. Потому что я это... У себя на огороде, у меня пологорода, только две бочки заняли. Да, значит, все привезем. Ну. Ну, подготовим под картофель. Хорошо будет. Земелька здесь хорошая. А, так давай сегодня привезем насыщем. Ну, да. Ну, все, продолжаем пока работать. Ну, красота на улице. Деревья тут прям зеленеют. Хорошо так становится. Смотрите, что вообще и расход. Да. Улетка интересная. Ну, сходим пока никого нету. Ни детей, ни бабушки. Зеленка тоже здесь рыбая, мягкая, пышная такая. Саша вот прошел здесь, перевернул к лугам, потом на разок прокультивировал. И вот сейчас второй раз культивируем. Потом посыпем уже золой. Сегодня, может, вечером привезем, рассыпем. И завтра еще раз прокультивируем. И уже можно будет нарезать рядочки, делать грядочки. Хотим здесь посадить лучок. Бабушка просит сделать грядки под лучок, под морковь. Чеснок, наверное. Ну, и обязательно клубнику нужно будет ей тут посадить. Ладно, идем дальше выбирать корешки. А, они музыку баили? Ушицы болели. Красиво поет. Странно, что одна. А где-то две здесь, еще одна бегла. Так, где одна, парами гуляют. Вон еще какая-то сидит на заборе. Вон там, как на мотобок, смотрите. А, вижу, она другая. Угу. Ласточка, плоси есть. Нет, это не ласточка, как-то они по-другому называются. В окошечко к нам дома всегда тоже стучится такая. Червячков выбирать. Какие-то жучки, конечно, покорить. Жучки, корешки. Нет, корешки нет. Они только насекомыми зажиряем, кажется. Какой-то. Ну, тут тресогусок нет пока. Скоро тоже заведутся. Пока вот столько мы обработали. Процесс такой небыстрый. Саша проходит туда и обратно. Потом фреза забивает корнями. Ну, а я уже постепенно выбираю корешки. Потому что корней очень много. И пырей, и одуванчик, и лопух. И еще много разных трав. Лучше это сейчас немного потратить времени. Выбрать корешки, чтобы потом при посадке картофеля, когда полезет уже трава, чтобы уже не было много травы. Ну, а так, в принципе, земелька хорошая. Осталось чуть больше, наверное, половины. Половину мы еще не сделали. Ну, вот Саша сейчас сюда, обратно пройдет. Их фрезы нужно постоянно чистить. Потому что корнями забивает прям сильно. Ну, а я уже поверху вытаскиваю, хожу все корни. Какие вылезли, что разрезала. Лучше убрать лишний раз. Потому что пырей, одуванчик, это зарастет все снова. Ну, а земелька здесь хорошая. И место хорошее. Прям хорошее. Сохнет. Солнышко у нас тут выглянуло хорошо. Прям так. Стучки вроде ходят, но в то же время и солнышко. Все, закончили мы культивацию, уборку корней. Здесь просто взяли лишнего. Не будем все вспахивать. Здесь оставим промежуток. Если нужно будет, потом перепашем. Вот эта вот часть буквально. И вот эта вот. Такая территория, в общем, будет под посадку. Ну, максимально корни убрали, какие можно было. Совсем крупные. Потом уже приедем, пока вот так вот, как ходили, так повыкидало. Саша вон там с кучку сгреб уже. Потом приедем, с тачки уже свезем, сложим в кучу, чтобы перегнивало. Вместе вот с тем сеном. Ну, птички бегают, червячков собирают. Ну, пока земля не сырая, хорошая такая, рыхленькая. Вот так, в общем, получилось. Солнышко опять у нас спрятало, и с тучки ходят. Дискотека у нас тут бесплатная с диджеем. Композиции разные, каждый раз меняются под настроение. Дети кричат, бегают. Ну, в общем, вот так пока получилось. Устали. Время не ушло, но все, про все, около пяти часов. Поедем домой. Дома еще дела поделаем. Там травка такая зеленеет, красивая, такая сочная, салатовая. Хорошо. Улетела птичка одна. Вот вторая бегает. Ладно, едем домой. Дома еще поработаем. Время еще есть, пока не стемнело. Приехали домой, закладываю вот крядочки, перегнуем. Вот так вот немного подкладываю таким слоем. Здесь у меня перегнуем весь, который с компоста был. Ботва прошлогодняя. И куриный помет с опилками. И просто вот так вот подкладываю. Дождик пройдет, промочит хорошо. И удобрение азотное уже пойдет к корням. Кловничка будет хорошо расти. Нужно внести подкормку. И потом уже я прорыхлю здесь все. Чтобы земелька была рыхленькая и хорошая. Ну и плюс питание уже хорошо пойдет еще больше к корням. Пока сейчас вот так вношу. Добавила там в грядочку у меня в теплую. Ну она, наверное, перегнила с прошлого года. Ну я еще добавила. Решила все-таки туда снова посадить огурчики. Которые пойдут на засолку. А зазулю уже посажу в тепличке. Вот так вот. Позакладываю сейчас. Вот у меня остались вот эта вот грядочка. И половина вот этой. Вот здесь вот заложила немного. Вот эту еще немного позакладываю. Посмотрим. В принципе клубничка пошла хорошо расти. Вот здесь, наверное, вот этот вот кустик. И вот этот. Это, наверное, так клубничка, которую я хотела пересадить. Посмотрим. Еще подожду. Вот они, листики. Начали закручиваться вовнутрь. Ну подрастут еще. Видно будет уже там. Посмотрим. И тогда уже пересажу. И разберу эту грядку. В общем. Здесь уже отдельно насажу рядочками. Ну пока мультирую. Перегнуем эту клубничку. Она подтянулась. Хорошенькая такая стала. И протяпаю дорожки. Займусь уже наконец-то. Пока время есть. Выделилась я именно на клубничку. Нужно доделать все. Вот так пока накладываю перегной. Потом это все здесь. Также перекультивируем. Просто, чтобы земля смешалась. Перегнуем хоть немного. Будет уже намного лучше. И вот здесь вот в грядочку тоже я наложила перегною этого. Потом все перекопаю вручную. И уже закроем пленкой. Сначала тканью я закрываю. А потом уже пленкой поверх. И оставим, чтобы прогревалось. Ну а пока все. Солнышко уже на закате. День, можно сказать, закончился. Всем, друзья, вам желаю крепкого здоровья. И увидимся уже в новых видео. До новых встреч. Всем пока.